Приветствую вас и начать свой ответ я бы хотел с того, что отметить, что именно события человека физически через воспоминания невозможно. Потому что воспоминания, это то, что есть у вас, это неотъемлемая часть вашего сознания и думать, что вы можете вот так вот взять и забыть человека по желанию, ну это наивно, так думать наивно. Другое дело, что можно поработать над тем, почему у вас такие негативные эмоции от того, собственно, что вы о нем помните, о человеке я имею ввиду. Ведь казалось бы, если вы любите человека, казалось бы, если вы испытываете к человеку именно любовные чувства, что вы желаете ему счастья. Если вы желаете этому человеку счастья, то тогда логично предположить, что для вас счастье, что он счастлив. Простите немножко за такую вот такую вот татологию. Но если вы действительно любите его, то вы будете счастливы только потому, что он счастлив. И все, как бы, то есть в этой конкретной ситуации вы, получается, ну, недостаточно сильно, возможно, его любите. Или помимо любви присутствуют еще определенные чувства у вас, помимо любви. То есть это может быть соответственно попредственно, но не может быть, а скорее всего это ваши попредственности. Это то, что вы получали с этим мужчиной. И это то, что вы теперь перестали получать после того, как он от вас ушел. И, соответственно, отсюда некоторые негативные переживания относительно того, что он не с вами. Вторая немаловажная черта заключается в том, что молодой человек сподвиг вас к тому, ваш молодой человек сподвиг вас к тому, что вы думаете о себе хуже. То есть, по сути, его реакцию, его поведение проецировать на себя. Ну, то есть, молодой человек вас, например, бросил, допустим. Или вы любите его безответное, а как именно вы не говорите просто. Или, соответственно, вы думаете, что это из-за вас произошло. Вы думаете, что проблема непосредственно именно в вас только, а не, например, в нем. И вот это для того, что вы вынуждены думать о себе хуже. Из-за этого вы как раз таки и тоже хотите человека забыть. Потому что он источник вашего раздражения с собой. И чтобы не раздражаться от себя, вы как раз таки и хотите этого человека забыть. Но вы понимаете, в чем дело. Даже если вы воспользуетесь гипнозом и физически забудете человека, то совершенно никто не даст вам гарантии, что все последствия, о которых я сказал, они не исчезнут. Скорее всего, скорее всего, они останутся с вами. И вот это вот нужно понимать. Очень хорошо понимать. И тогда получается, что вам просто нужно грамотно пройти к тому, чтобы проанализировать, проработать и устранить те негативные последствия, которые причинил вам вот этот вот эпизод, связанный с тем, что молодой человек любит другую. Ну и в первую очередь, конечно, это очень важная идентификация своих чувств к нему. То есть, чтобы вы правильно понимали, да, чтобы вы правильно отдавали себя в том, что это у вас за чувство к нему. Потому что, вот, если, еще раз повторю, если человек любит, именно любит, то он, ну, никогда не будет стремиться, чтобы забыть того, кого любит. Потому что он счастлив за объект, за объект своей любви, за объект своей любви. И, в общем-то, он живет в своей жизни, объект любви живет в своей жизни и, собственно, все довольны. Если такого не происходит, то можно говорить о том, что, как я уже сказал, ваша любовь не чиста. То есть, у нее есть некоторые примечи. И вот эти примечи, как раз, именно дать проработки, чтобы вы честны были и с собой, чтобы вы себя не обманывали. И чтобы отношения строили все-таки, ну, как-то более справлены, более равноценны, может быть, более равнозначны и так далее. Чтобы вы не причиняли себе вреда. Понимаете? Чтобы вы не вредили себе этими отношениями. Вот. То есть, вот, основные моменты. Что мешает? Что мешает вам забыть этого человека? Что именно мешает его забыть? То есть, это или потребности, или обиды, или изменение восприятия себя. То есть, вы по-другому воспринимаете себя. Теперь, из-за этого, из-за этой ситуации, вот эти моменты и нужно проработать. И если вы это сделаете, то, я думаю, воспоминания не будут для вас чем-то болезненным, а будут просто как свидетельство о том, что когда-то вы были счастливы, например. И свидетельство о том, что в вашей жизни были хорошие моменты, и эти хорошие моменты, они, ну, стали вам возможны благодаря этому человеку. То без него ничего бы этого не было. Вот. Ну, вот это вот нужно учитывать. Что-то нужно учитывать, и это нужно, в этом нужно обдавать себе отсчет. Потому что, ну, поймите, что вы говорите забыть человека, вы посыть хотите избежать. Вы хотите посыть, вы хотите просто-напросто делать так, как будто никогда и не было ничего. Ну, это же не так. Вот. Поэтому, стремясь забыть, стремясь забыть отношения, вы, стремясь забыть молодого человека, вы тем самым отказываетесь принимать в себя. Вот вы отказываетесь принимать что-то в себе. Ну, а это сводит к минимуму ваши шансы построить сколько-нибудь хорошие, удовлетворяющие вас отношения. Вот. Вот так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если Какие-то дополнительные вопросы у вас остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. В общем, пожелаю вам всего самого доброго и удачи!